ОМТВЮА про Головне. ПЗ тушили, тушили, ну потушили. И это не первый раз. Меня они не трогают беспилотники, я их тоже возьму. Это же прям зафиксировано? Да. Да? Ну тогда могу только сказать, чтобы не смотрели, наверное, люди. Не получали негатив, не думали о плохом. Это не по-настоящему. Скажем так, визуально обломки сбитых дронов, видео и фото, прилетающего к целям в РФ и макета, которые показывала заместитель министра Минстротек Грома, совпадают с вероятностью 99,9%. Но пусть будут неизвестные дроны. Что за хрень? Три часа ночи, это как будто где-то в сторону капотни что-то горит. Точности хватает. К счастью, цели это колонны грубой очистки нефти, частичного отбензинивания, величиной с высотный дом. Проницаемой способности тоже достаточно. Пучки проводов сгорают в пожаре. Блоки вакуумной переработки или атмосферную печь пробивают взрывом. Паровые насосы тоже уязвимы. Каждая установка очистки – 90-110 миллионов долларов. Их заказывают для каждого объекта индивидуально. На изготовление нужно от 9 до 14 месяцев. Они знают, куда бить. Откуда? Оттуда прилетел? Оттуда, вот оттуда. Саша лезь. Вот оттуда дроны, вот оттуда прилетают. Вот так вот. Колонны крекинга производят на Западе. И понадобится много танцев с бубном через прокладки, параллельный импорт, разные схемы, которые и удорожают саму установку, и продлевают сроки ее монтажа. То есть украинцы бьют в самые уязвимые участки НПЗ, останавливая техпроцесс. Кроме затрат на ремонт, еще и месяцы простоя. Судя по визгу Z-блогеров и российских СМИ о ядерном оружии, очередное отодвигание фронта на 800 километров и другие кары от Медведева кремлевскому режиму очень больно. Вот, в то же место попал. Ух ты! Волна хорошая. До Рязанского завода добрались. Сейчас как... И прям вот загорелось и Рязанский завод. А вот соседи. В шоке от происходящего. Страшно ли вот вообще на такое смотреть? Ремонтом какой-то. Тогда показали россиянам, что волна дронов угрожает дачам и домам первых лиц, включая одного геополитика Новоогарева. И не помогают против них ни части ПВО, ни эшелоны ПРО, которые должны были сбивать американские ракеты. Пришлось тянуть панцири Минобороны и организовывать посты со стрелковым оружием. Секешь? Секешь, секешь. Ну стрелять! О, стрелять! Как музыка для ушей, трескотня автоматов и пулеметов под завывание двигателей украинских дронов, отрыгиваются рефераты генералов ПВО о том, как будут сбиты все цели и все сказки, как выполнены задания на учениях с Арменией. Не способны защитить ни столицу, ни самолеты ядерной триады, ни главную базу флота, ни ключевую кормушку режима. Только дачу одного старика, который хочет править вечно. Кстати, защитить против идеальных целей, поршневых да звуковых дронов, которые тарахтят в небе, как трактор. Поднимая летучий радар А-50, засекай цели, наводи на него самолеты из глубины и мобильные группы. Но да, их же сбили. Накануне они сбили разведывательный беспилотник. Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА, были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. А по ангару завода, где самолеты поднимали благодаря капитальному ремонту и модернизации, прилетели дроны, пробили крышу в трех местах. Есть данные, что капитальный ремонт теперь в разы сложнее. А украинцы взяли и перенесли усилия на Туапсе, Таганрог, а то Крым, а то Керченский мост. Кошмар. На самом деле это стыд и позор. За Уралье же не вытянет проседание. Стратегические цели выбраны идеально. Будет коллапс с топливом у фермеров. Хорошо. РФ один из крупнейших экспортеров пшеницы. Будут проблемы с экспортом горючего за валюту. Еще лучше. Федеральный бюджет наполняют в основном благодаря нефтедолларам. А кубышка фонда национального достояния иссякает. Пам-пам-пам. Все, до свидания. Завод Роснефти в Туапсе до сих пор не запустили после украинских ударов. Сначала говорили о месяце, потом раздавались версии о трех. Все. Посмотрим, как пойдет с запчастями и компетенциями дальше. У россиян тоже мобилизация на спецабасрацию специалистов. И нет доступа к западным технологиям. В Кстове на Нижегородском Лукойле, там американский компрессор. С поражением колонны очистки выпало 2,5% всей переработки РФ. Ну вы понимаете, что это такое, происходит или нет? Рынок отреагировал. В прямом эфире украинские дроны влетают в колонну предприятия, до этого производившего 11% российского бензина. Его цена выросла на 1,4% за день. И подрастает еще после минимум 4 взрывов на НПЗ в Рязани и остановки производства на Новошахтинском заводе в результате падения и обломков сбитых дронов. А это же цикл. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Курочка по зернышку, как сказал один известный дзюдоист. Я даже не хочу комментировать. Война имеет свою цену. Не все же рашистам хохотать над убитыми детьми в Одессе и изрезанными выбитыми стеклами жителями обычной панельки в кривом роге. Нужно платить по счетам. Стратегические бомбардировки дронами, несущие мощную боевую часть на тысячу километров, снижение производства нефтепродуктов минимум на 6%, падение экспорта. Кошмар. Фантастика. Похоже на сюжет фантастического фильма. Но украинцы делают это. И делают именно сейчас. Наши нефтеперерабатывающие предприятия по всей России научились перерабатывать не только нефть, но и украинские дроны. Так за последние две недели нашими предприятиями было переработано около двух десятков украинских беспилотников, которые с территории Украины добровольно прилетают к нам на утилизацию. Дальше обучение на базе вооруженных сил Румынии, где украинские хлопцы будут тренироваться еще полгода уже на настоящих двухместных F-16 с инструкторами из Бельгии, Дании и Голландии. Ленский будет просить США помочь ему закрепиться в Курской области. Сейчас замечено, что в районе Курсковского района идет накопление сил противника. Возможно, будут пытаться наносить новые удары.